С 1 октября вступят в силу ряд изменений, которые коснутся не только россиян, но и туристов, приезжающих в нашу страну. 1 октября 2017 года начинается осенний призыв в армию. Он продлится до 31 декабря. Под его действия попадают молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. В первую очередь те, кто летом не поступил в институт и не оформил отсрочку по учебе. Исключение сделано для жителей ряда территорий Крайнего Севера, для них призыв начнется в ноябре, а также для жителей деревенской местности, занятых на сборе урожая, при условии, что этот факт документально подтвержден. Кроме того, под осенний призыв не попадают молодые мужчины-педагоги. Из-за того, что школьный год начинается лишь месяцем ранее, учителя подлежат только весеннему призыву. Все призванные прослужат один год. 1 октября закончится срок выбора формата набора соцуслуг. Федеральные льготники, которые имеют право претендовать на государственную помощь, должны были официально сообщить, в каком виде они хотели бы получать так называемый набор социальных услуг. По данным Пенсионного фонда России, стоимость набора услуг с начала 2017 года составляет 1048 рублей в месяц. Он включает предоставление лекарств или лечебного питания, санаторно-курортное лечение, транспортные расходы на дорогу к месту лечения. Хорошие новости в начале октября ждут водителей, не отличающихся аккуратностью в вождении, но при этом часто выезжающих за границу. С 1 октября 2017-го общая сумма штрафов за нарушение ПДД, после которой накладывается ограничение на выезд, будет повышена с 10 до 30 тысяч рублей. Иностранцы теперь смогут вернуть себе часть стоимости вывезенного из Российской Федерации товара. С 1 октября в России заработает система Tax-Free, которая позволит после выезда вернуть налог на добавленную стоимость купленных на территории страны товаров. Вернуть таким образом можно будет 18% от общей суммы. Воспользоваться нововведением не смогут граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз. Еще одно нововведение коснется юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В счетах-фактурах с 1 октября появится новая графа – код товара. Относится она в первую очередь к тем, кто ведет торговлю со странами Евразийского экономического союза. Остальным достаточно поставить в графе «Прочерк». Главные врачи и их заместители теперь не могут быть старше 65 лет. Такое возрастное ограничение установлено законом, принятым в силу в июле 2017 года. Его действие распространяется как на государственные, так и на муниципальные медицинские учреждения. По нему после достижения 65 лет главврачей предложено переводить на иные должности, соответствующие их квалификации. Впрочем, возрастной порог для конкретного руководителя может быть увеличен до 70 лет, если такое решение примет коллектив медучреждения. Закон вступает в силу с 1 октября.